друзья приветствую так немного запутался очередная посылка запутался в каком плане непонятно упустил откуда она пришла и кто ее прислал но это я все уточню значит это у нас таив его из 540 а3 b4 из лада веста двадцать первого года 1 и 6 мотор 21 129 106 сил 42 с половиной тысячи пробег и значит будет свежие и две отработки отработка одна 90 с половиной часов мото и вторая 200 моточасов до машина шитая евро 2 катализатор на месте так значит свежие и отработки 2 1 я уже сказал 90 моточасов 1200 километров и 200 моточасов 3400 километров скорость невысокая средняя получается даже низкая городская эксплуатация но посмотрим как себя покажет масло вот я уже подписал сейчас создаю эталон и буду сравнивать через несколько секунд вы увидите результаты так надеюсь вы не заскучали и вот обещанные результаты значит начнем со свежего видите образец айди образца таив его из или как он там правильно читается 540 а3 b4 так окисление и нитрова не окисление 2249 говорит о том что здесь присутствуют эстеры причем их где-то в районе 3 на 4 процентов противоизносных присадок нет я в конце вам покажу спектр и покажу соответствие с другими маслами я думаю что именно вот эти эстеры не типичные забивают противоизноску так фенольный антиокислитель 033 отличный уровень на мой взгляд так аминный антиокислитель 1 процент вообще шикарно то есть весь комплект антиокислитель присутствует масло сделано людьми которые понимали что делает моющие нейтрализующие свойства щелочное 916 кислотное 1 92 это полнозольная поэтому кислотное такое достаточно высокая нормально большой запас мощных нейтрализующих свойств вязкость 1369 вот я что-то не понял хотя сам-то их указывает 14 3 но так на меня прибор я оставил далее второй образец это 90 с половиной моточасов лада веста вот он подписан так бензина 145 полтора почти процента бензина очень много но видите скорость средняя 13 целых восемнадцать сотых очень медленно холодные видимо старты прогревы ну и все это выражается окисление 25 42 и не трава не 10 71 ну все нормально масло работает как бы постепенно эти показатели нарастают окислительные процессы идут противоизноски как не было так и нет повторюсь это ее я уверен забивает эстеры фенольные сработались на 40 процентов вот так аминных амин и даже больше вообще не сработались не знаю возможно аминные работают на высоких температурах он на высокой скорости вот но здесь они не затронуты здесь видим скорость очень низкая специфическая эксплуатация щелочная 787 и кислотная 234 видно что на пау масло сопротивляется окислению под просела вязкость 1313 ну и воды три сотых нормально криминала нет ну вот единственное что по по топливу мне кажется много но опять же низкая средняя скорость не выпаривается ничего так следующий образец это уже 200 моточасов бензин продолжает нарастать чуть-чуть впереди паровоза забежал вот 163 но не не в таком уже количестве видите здесь средняя достаточно сильно выросла потому что больше 20 километров в час средняя так окисление нитрования все также нарастают 2751 так понятно с противоизноской можно было наверное не указывать но нет ее и вид ли вернее не видит прибор она есть я уверен но ее не видит прибор фенольные антиокислите продолжать срабатываться на 50 на 55 примерно сработались так и вот видите аминные начали работать примерно на 8 и четыре десятых процента сработались но тоже много очень хотя это может быть и погрешность так продолжает снижаться щелочное и расти кислотное видно что здесь на пау она достаточно медленно растет выросла на 0 78 за 200 часов вязкость агро проседает ну потому что топливо вот и даже здесь еще побольше воды шесть сотых процентов так ну по маслу еще есть запас видно сейчас покажу вам прогнозы 1 и 2 так смотрите значит первый это 90 с половиной моточасов 384 помоющим нейтрализующим свойством 5000 километров здесь вот видите такой видимо режим очень жесткий накладывает какие-то ограничения по нитрованию то ли это прошивка такая вот но 3 здесь масло приговоренное 379 по нитрованию вот или это все-таки эксплуатации и обратить внимание на средний ну последний показатель 59 и 2 то есть как для пау масло отработала достаточно слабо но в масле большой зазор моющих нейтрализующих свойств из-за этого она как бы работает так здесь следующий прогноз на 200 моточасов 375 смотрите не трава не как выросла кстати в первом случае не трава не могло быть с не сливаемого остатка он мог повлиять на такой результат ну и здесь видно вышла выше средняя скорость сразу видно что и по вязкости даже получше прогноз вот и смотрите значение по километражу как изменились ну и 524 по не трава не уже здесь плюс-минус но все равно мне кажется как то что то не знаю как блин мне кажется прошивка забогачивает может я ошибаюсь но зачем зачем ее шить атмосферку я не честно говоря не совсем понимаю так не забывайте поставить лайк подписывайтесь на канал нажимайте колокольчик так вот такой спектр у данного масла вот я отметил и стервый пик видите x валу это 1727 обычно этот пик на 1740 вот он зеленая точка он смещен поэтому прибор не определил эти стеры потому что он в другую область сдвинут какой-то какие-то своеобразные и они же забивают противоизноску вот значит эти какой и причем посмотрите сейчас коэффициент корреляции и посмотрите наибольшее совпадение это mobile 1x1 но отличие больше 30 процентов это пропасть то есть масло очень специфическое нет таких масел которые близко к нему стоят видите до 99 96 это сравнен сравненно с эталоном и следующее масло уже 67 37 то есть пропасть масло блин стоит особняком однозначно вот как она с раба отработала отработала с одной стороны хорошо в районе 370 380 моточасов но повторю как по по среднему показателю вот этому самому нижнему 52 моточаса на единицу разница между кислотным и щелочным видно что она хуже отработал чем например c3 зиг даже вот но за счет большого запаса больше нейтрализующих показан вот такой результат вот сами решайте как вам нравится масло не нравится ну вот картина вот такая благодарю зрители за предоставленные образцы за поддержку канала все кто посмотрел также благодарю желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близко всем мира увидимся следующих видео пока